Запах свежеиспеченного хлеба проникает сквозь защитные маски и возбуждает аппетит. Пасхальный кулич – главное украшение праздничного стола. Мастер производственного обучения Елена Горянникова печет пасхи с 1986 года и знает, как сделать так, чтобы десерт получился вкусным и красивым. Секрет прост. В рецепте в хорошем настроении и то, что мы дарим людям добро. Бабушкин рецепт очень хороший, давно проверенный. На 6 килограмм муки берут 1 килограмм 200 граммов сахара, 900 граммов масла, 600 граммов яиц, ванилин, дрожжи 100 граммов, соль, изюм 830 граммов. Из приготовленного теста получается 40 пасок. Каждая весит примерно 350 грамм. Испеченный кулич старательно украшается руками мастеров. Здесь все стараются самое лучшее показать, как птичка, которая яйцо несет в то же время, которые красят на Пасху. Цветочки, так как это весной обычно у нас бывает, что все распускается, все цветет. И поэтому стараются, чтобы украшение было праздничным и нарядным. То есть каждая деталь глубоко символична и хорошо продумана, да? Конечно. В этой акции участвуют 25 студентов и преподавателей колледжа индустрии питания, туризма и сервисов Черкески. Работа кипит в нескольких цехах. У каждого своя задача. Так студентка-волонтер Вероника Попова варит сироп для глазури. Меня попросили, потому что эти пасочки пойдут для малоимущих семей и для старичков. Я считаю и уверен в этом, что этим людям, пожилым людям, эта акция понравится. И самое главное, они поймут, что мы вместе. И действительно, когда мы едины, мы можем справиться с любой сложной задачей, в том числе и с коронавирусом. 200 пасхальных куличей, изготовленных соблюдением всех технических и санитарных требований, доставят адресатам волонтеры колледжа и представители ОНФ. Колледж полностью все финансирование, материальные затраты, трудовые затраты по приготовлению куличей взял на себя. Наша часть, волонтерская часть, это развести, довести до каждого из тех 200 адресов, которые мы взяли с горячей линии. И мы это сделаем в несколько этапов. Свежие пасхальные куличи добровольцы погрузили в пять автомашин. Одно из первых – вкусный подарок Пасхи и пакет с продуктами питания – получила жительница Черкеска Валентина Халхалова. Никуда не идем, ничего не покупаем. Вот спасибо, хоть вам, вы обслуживаете нас. Дай Бог вам здоровья. Будете, да, еще обращаться в случае необходимости? Ну, вы знаете, что? Конечно. Может быть, когда лекарство надо получить мне. В эндокринологию я хожу, ну, там надо кровь сдавать, а кровь сдавать самой придется идти. Всегда есть те, кому необходима помощь. Творить добро надо всегда, а в сложное время особенно, уверены волонтеры. Али Баташев, Али Бастанов, Вести Карачаева, Черкесия.